Сан-Сон 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 Я читаю, я думаю, насколько действительно важно правильно понимать свое призвание, насколько важно правильно понимать Божьи послания в нашей жизни. И вот сегодня очень важно, чтобы каждый из нас что-то получил от Господа. Я искренне желаю, чтобы вы сегодня слышали это Слово. По-настоящему Бог проговорил ваше сердце, чтобы вы услышали голос Божий. Здесь выходит история о Самсоне, когда написано, что он пришел в Фимнафу, это город Филистинский, и он там увидел женщину из дочерей Филистинских, которые им очень понравились. И вот он пошел к своим родителям и говорит, папе и маме, вот возьмите мне ее жену. Родители, конечно же, против. Почему? Потому что есть постановление, что не надо смешиваться с язычниками. Но у Самсона еще другая история, он вообще призван, он избран их Божий. И поэтому родители, конечно, воспротивились, но Самсон, как маленький ребенок, когда приходит в магазин и говорит, купите мне это. Мы недавно были в детском мире и видели такую картину, как ребенок лежит на полу, там руками, ногами, там просто, ну потому что ему что-то не купили. И вот Самсон сегодня, ну примерно так же, ну и на полу, наверное, ну так, он просит родителей и говорит, она мне понравилась, я хочу, чтобы была только она и не другая. В оригинале написано, потому что она угодна очам моим. То есть вот для него было это важно. Она угодна очам моим. Вы знаете, на тот момент в Израиле была такая ситуация, что Писание говорит, да, если мы можем показать сейчас 17 глава Сурии, 6 стих, то в Писании написано, в те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Но на самом деле, если мы посчитаем оригинал, там написано так, каждый делал то, что казалось правильным с его точки зрения, с его взгляда. То, как он видел, он так и делал. То есть не было царя, и поэтому люди жили вот таким образом. И Самсон точно так же жил. Вы знаете, сегодня проблема для нас в том, что мы сегодня так живем. Люди, мы пытаемся жить и поступать так, как мы считаем правильно, так, как на наш взгляд кажется верным. На самом деле, мы забываем о том, что важно для Бога, чего хочет Бог. Потому что, когда мы живем, даже мы живем, в принципе, наш образ жизни какой? Наш образ жизни такой, что мы, он заключается в том, что мы, даже живя каждый день, мы пытаемся выглядеть хорошо, чтобы люди, смотря на нас, у них складывалось хорошее впечатление от нас. То есть это говорит о том, что сегодня, на сегодняшний день, мы живем с вами в такое время, когда важно то, что мы видим. Важно то, как на меня посмотреть, как я буду выглядеть. Поэтому мы часами можем прихорачиваться перед зеркалом, чтобы правильно выглядеть, чтобы красиво выглядеть. Я, наверное, не такой уж, будем говорить, такой идеальный, в плане того, что, когда мы учились в семинаре, у нас был брат один, он когда купался, он искупается, выходит, ну, во-первых, он долго очень купался, я не знаю, почему каждый день так надо долго купаться, для меня всегда это вопрос. Это же где надо было целый день лазить, чтобы каждый день так надо было купаться, но не важно. Он выходил из душевой, и он мог часами стоять перед зеркалом, и вот посмотреть, как его волос там, правильно, неправильно, вот как складка там, жизнь, все нормально, там это, выходит на богослужение, он тоже мог перед зеркалом занимать это зеркало, не зная сколько. Почему? Потому что надо правильно выглядеть. Сегодня мы с женой в большинстве своем будут именно так, как на тебя посмотрят. Да, мой сын сегодня собирается в гости, я утром ему говорю, ты наше лицо, и люди будут смотреть на тебя. И если ты будешь себя неправильно вести, они будут думать, что тебя не воспитали. Поэтому ты должен правильно себя вести во всем. То есть для нас важно, как на нас посмотрим, да, чтобы это было приятно для тех, кто на нас смотрит. Точно так же и мы думаем, часто, когда мы на других людей смотрим, мы оцениваем их по одежде, по их речи, как они говорят. Мне часто делают замечания, мне говорят, ты пастор, вроде бы, а у тебя речь еще плохая. Ну да, у меня по русскому языку было три. Просто как бы мы живем с вами в этом такой, даже когда вот избирательная программа, и тут идет депутат выбиратель или еще куда-то. Они все говорят какие-то красивые вещи, чтобы выглядеть хорошо, красиво перед людьми. И сегодня мир такой. В то время и в Израиле было точно так же. Все делали так и поступали так, как они видели, чтобы это было красиво, чтобы это было так, как им нравится. Но мы помним, как на самом начале, в бытие, в третьей главе, в шестом стихе, как дьявол искушал Еву. И Ева, что написано? Когда в шестом стихе написано так. И увидела Ева, что дерево хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз и вождено, потому что дает знания. И взяла плодов его, и Ева, и муж с вами был. То есть она увидела, она посмотрела, что это дерево приятно для глаз. Сегодня, к большому сожалению, мы с вами поступаем так же. Мы делаем так, как мы видим, как мы с нашей точки зрения считаем, что это правильно. И Самсон сегодня, вы поймите, что проблема в том, что вот в третьем стихе в конце он говорит, что она нравится мне. Она приятна моему взору. Мы хотим жить так, чтобы нам было хорошо всегда. Чтобы нам нравилось это. И сегодня Самсон, мы через жизнь Самсона видим это. Несмотря на то, что она язычница. Он говорит, она мне нравится. Сегодня мы так живем, и мы поступаем часто так, против воли Божьей. Потому что это нам нравится. Нам хочется это иметь. И Бог говорит, это нравится мне. Мне кажется, вот так правильно. Потому что это мне нравится. К большому сожалению, сегодня мы живем с вами именно так, как живет Самсон. Это первый урок. Это первый урок, который мы можем извлечь из жизни Самсона. Не живи так, как тебе нравится. Живи так, как Бог желает, чтобы ты жил. Аминь. Живи по слову Божьей. Живи так, как Бог открывается тебе в послании. Аминь. 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 Вы знаете, что написано в первом послании Иоанна во второй главе? В первом послании Иоанна 2 глава 16 стих. Написано, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. Не есть от отца, но от мира всего. Похоть отчей. То, что нам нравится. Мы смотрим, и это нам не нравится. Послушайте, это беда. Это беда. Вы знаете, мы должны четко понимать, что не все, что нам нравится, нравится Господу. Мы должны четко осознавать, что есть вещи, которые нам нравятся, но они противны Господу. И мы должны об этом помнить всегда. Второй урок, который мы можем извлечь из истории, из жизни Самсона, это первая как бы иллюстрация его жизни, о его жизни, о его телах. И в первой же, вот в самом начале, я каждый раз, я даже сегодня пришел здесь во время православления, еще раз на всякий случай прочитал от 13 главы вниз. Думаю, ну может быть я ошибся, но мало ли, когда ты читаешь Библию, что-то не заметил, не увидел что-то. Еще раз прочитал, но я не нашел. Знаете, чего не нашел? Когда мы видим, когда Бог избрал его и благословил Самсона, он наделил его великой силой, помазанием, он избрал его. Для того, чтобы он избавил израильский народ от хилистинского рабства, чтобы он управлял своим народом. Я читаю о жизни Самсона, и я вижу, что этот человек, Божий дар, он потратил впустую, просто так, он ничего не сделал. Вы посмотрите внимательно, он ничего абсолютно не сделал для славы Божьей. Вся его жизнь заключалась, знаете, в чем? Бог его наделил силой, огромной силой, мощью. Бог дал ему помазание, и вот этот человек должен был исполнять волю Божью, исполнять свое призвание. Но его жизнь заключалась в чем? В чем он занимался? Мы читаем, когда он с 14 главы, вот его деятельность начинается, с 14 главы вы читаете, вы посмотрите внимательно. Он женился на язычницу, во-первых. Он взял себе жену и язычницу. Потом он шел в каждой и увидел льва. Он его убивает, а потом, когда обратно идет, он видит, что как улей образовался в труп льва, он его доставлен. Вы знаете, что он был на заре Божьем? Он был помазанником Божьим? И ему нельзя было прикасаться к трупу? Ему это нельзя было делать по призванию. Но он это сделал. Потом он приходит и задает загадки людям. Человек, который должен исполнять Божьим образом, задает людям загадки. Если вы это отгадаете, то я вам дам одежду. Если вы это не отгадаете, то вы мне дадите свои одежды. И он проспорил. Вернее, он проспорил, потому что он опять-таки был соблазнен своей женой. И она уплакала семь дней и говорила, вот ты мне, пожалуйста, ты мне не говоришь ответа, ты меня не любишь. А он такой же послушал ее, ну ладно, я тебе скажу, да. И правильный ответ на загадку. Она пошла своим, сказала. Те правильно ответили, ему же теперь надо отвечать перед ними. Вы знаете, что он им сказал? Что он им сказал? Они же приходили к жиле и говорили, вот упроси его, пожалуйста, чтобы он сказал правильный ответ. Она приходила, плакала, плакала каждый день. И когда они правильный ответ дали, знаете, как Александр Самцович сказал? Что он сказал? Он сказал, вы пахали на мои телецы. Или по-другому, там в другом переводе написано, он говорит, что вы наседали на мою жену. И поэтому вы отгадали. Ну что, проиграл, проиграл, надо отвечать. Но у него же нету 30 перемен одежды. Откуда? Да. Ему пришлось выйти, пойти, поймать 30 человек, убить их, взять их одежду и привезти. Вот он куда Божий дар использовал. Потом, очередной раз он приходит, видимо, они жили, и у них свадьба была по-филистинским обычаям. А по-филистинским обычаям, они когда женились, жена жила в доме отца всегда. И муж приходил ей. И вот написано дальше, он пришел, корленка принес, а папа говорит ему, ты же тёлкой опозвал свою жену, я думал, что ты её не любишь, поэтому я её в другой дом отдал, а вот сестренку возьми жену. Он психанул, вышел, 300 лисиц поймал, это ж какой Божий дар был, да, 300 лисиц, ты подумай только. Он поймал 300 лисиц попарно и хвостами завязал, факел ещё каждый привязал. И сколько труда он и сил, и нервов использовал. Из-за чего? Из-за того, что, опять-таки, из-за женщины. И пустил. И там всё сгорело и так далее. И вот эти разозрители пришли к нему, чтобы убить его. В то время, когда он был где? Он пошёл в газу и увидел там у ворот блудницу и к ней пошёл. Он пошёл к ней, и тут филистимляне пришли, типа он уже там нас поджёг, там нас вот это. Он взял, вышел, психанул, ворота взял, воротами всех покинул. Вы только, вы почитайте его жизнь. Что он сделал в своём призвании? И в итоге, как он заканчивает жизнь? Ему выкололи глаза. Он лишился всего. Я хочу сказать сегодня второй урок, который мы можем извлечь из этого. Не используй Божий дар, Божье показание, Божье призвание по направлению. Если Бог дал тебе талант служить, если Бог дал тебе талант петь, если Бог дал тебе талант играть на инструментах, если Бог дал тебе талант проповедовать, если Бог дал тебе ещё какой-то дар, не используй его для украшения самому себе. Используй его для славы Божьей, потому что я верю, что если Бог тебе что-то дает, Он обязательно придет и спросит, что ты сделал с этим талантом. Если ты со мной согласен, скажи аминь. Писание четко говорит, что господин, придя, спросил, что вы сделали с талантами, которые я дал вам? Что вы сделали с тем призванием, которое я дал вам? Вы не использовали его впустую куда-нибудь? Почему вы можете себе позволить использовать то, что я даю вам, так, как вы хотите? Так, как вам кажется, на ваш взгляд, правильным. Почему вы живете так? Если Бог дал тебе талант прославлять его, прославляй. Я тут слышал, мне говорят, пастор. В хоре немножко там, пыл такой, поугас немножко. Кто-то там хочет петь, кто-то не хочет теперь, еще там еще что-то. Возлюбленные, братья и сестры. Если мы сегодня имеем этот талант славить Бога, надо идти и славить. Ту лету хочу я или не хочу? Бог тебя не спрашивает. Если Бог дал тебе этот талант играть на инструментах, играй. Если Бог дал тебе этот талант славить, и ты можешь спеть в отличие от других, иди и делай это для Господа. Аминь. Мы должны действительно правильно использовать то Божье повазание и Божье руководство в нашей жизни. Правильно использовать. Мы не должны разбрасываться Божьими дарами. Использовать их так, как мы хотим. Мы не должны. Не должны этого делать. А мы это делаем. Вы знаете, говорят так, что... Ну, принято считать, что... Когда ты едешь в машине, за рулем, и у тебя лампочка красная начинает моргать, это жаркое лето, бензина нет, кончается бензин, ну, принято считать, что когда машина... Ну, на самом деле, так действует, и так много, не так сильно, но это правда, что когда включен кондиционер, то расход топлива увеличился. И вот ты, когда едешь за рулем в машине, и в жаркую погоду, и тебе ехать еще далеко, а у тебя уже лампочка загорелась. Обычно водитель там, особенно если он там в разные штучки верит, он начинает выключать кондиционер в жару. На всякий случай еще радиоприемник выключает, вдруг еще дожест. Что он делает? Водитель пытается сэкономить то топливо, которое есть у него. Максимально, чтобы доехать до заправки. До следующей заправки. Сегодня я хочу сказать, мы с вами, христиане последнего времени, мы с вами должны жить именно так. Мы должны экономить тот дар Божий, те таланты, которые Бог дал нам, и использовать их ровно по назначению. Чтобы КПД, чтобы было 100%, а не так, чтобы хоть куда раз бросали, толку нету от того, что Бог дал. Бог желает, чтобы ты использовал те таланты, которые Бог дал тебе для Его славы. Аминь. Все, что Бог дает тебе сегодня, Он дает тебе не для того, чтобы ты этим пользовался, потому что тебе обидно было из-за того, что твой тесть, там, твою жену куда-то оттал, я ушел, поэтому психанул 300, и сейчас поймаю, вас зашел. Нет. Нет, нет, и еще раз нет. Бог желает, чтобы каждый из нас использовал те таланты, которые Бог нам дает для Его славы. Это второй урок. Есть еще один урок, очень важный, который мы можем извлечь из этого отрывка. Вы знаете, многие люди, проповедуя о Самсоне, говорят, что его сломила Долида. Что именно Долида была виновата, или Долида, не знаю, как правильно, она была виновата. Но это неправильно. Неправильно так толковать. Понимаешь, в чем дело? Не будь Долида, будь была бы другая. Мы знаем, он пошел в Гафу и нашел другую женщину. Проблема не в Долиде совершенно. Проблема была в Самсоне. И мы видим, что именно он говорит, она мне нравится, и поэтому хочу жить с ней. Именно он мог позволить себе пойти, увидеть глубницу и войти к ней. Вы знаете, когда мы читаем историю из 2-й книги царства, 2-я книги царства, 11-я глава, написанная в 1-м стихе, в то время, когда все цари идут походы, шли ходили по ходу на войну, Давид остался дома. Помните эту историю? Он остался дома. И вот он однажды залез на крышу своего дома царского, на прогулку. И написано дальше. Вот мы читаем, мы даже не задумываемся. Написано, что он увидел там, в залике, купающуюся женщину, что она была очень красивой. И мы когда читаем об этом, мы думаем, что вот эта женщина мировата. Чего там полы купаться, да? Я знаете, о чем подумал? Недавно читая этот отрывок, если мне этот отрывок в Библии, я вот о чем подумал. Я представил себе царский дом. Представь себе царский дом. Дворец, то бишь. Кремль. И вот царь гуляет. По крыше. Ты пойми, что там не было так, что наш дом прям по соседству с Кремлевской стеной находится, он сразу, что я вот оттуда посмотрел и сразу все увидел. Он примерно где восточный находится, вот там дом, в котором женщина купалась. И когда было увидеть же оттуда, примерно вот отсюда нам так посмотреть и увидеть. Как можно было развлекать, что она такая прекрасная с такого расстояния? Вы мне просто объяснете. Биногов не было. Как? Знаете, в чем проблема? Не в этой женщине, которая там купалась. Не в том, что она была голой. И даже не в том, что она была красивой. Проблема была в сознании Давида. Проблема была вот тут. В его воображении. Вы слышите, о чем я говорю сейчас? Этот урок, который мы должны все с вами пережить, мы должны его принять и действительно жить по слову Божьему, он заключается, знаете, в чем? Нельзя оставлять на самотек свои слабости. Потому что слабости есть у всех. И у Самсона была такая слабость к женщинам. И вот он шел туда. Он шел как зомби. Ему неважно было, мне кажется, кто там был. У Давида тоже была эта проблема. Он смотрел, и я еще раз говорю, невозможно было с такого расстояния разговаривать, она красивая, некрасивая. Вот здесь была проблема. Если в твоей жизни есть какая-то мелочь, какая-то слабость, ты должен бороться с ней. Ты должен противостоять ей. Аминь. Ты не должен запускать эту слабость. Если ты знаешь, что у тебя в этом слабость, то ты должен, значит, бороться с этим. Пойми, что если ты знаешь, что у тебя слабость с противоположным полом, значит, ты должен бороться с этим. Как можно бороться? Просто. Значит, как минимум, ты не должен оставаться в этой среде. Там один на один с противоположным поводом. Значит, ты не должен смотреть неподобающие вещи в интернете, будь то в телефоне или еще где-то. Ты должен контролировать себя через силу Святого Духа, уповая на Бога. Ты должен бороться со своей немощью, не запускать ни в коем случае. Таких много немощей. Вы знаете, у детей очень много психологов, которые говорят, что наблюдая за детьми, можно увидеть, какие они есть на самом деле. То есть, есть такой тип мальчиков, он может быть не такой привлекательный, но он все время следит девочкам. Это уже с детства сигнал к тому, что у него будут проблемы с этим. Обязательно. И наоборот. Мы должны внимательно смотреть за тем, что сегодня является моей слабостью. Мы должны внимательно смотреть за тем, в чем я слаб. Для того, чтобы бороться с этим. А не жить так, как по течению. Как получилось, так получилось. Используя Божьи дар, Божьи таланты и Божьи помазания туда, куда я хочу. Ни в коем случае это не так нельзя жить. Если ты чувствуешь, что в этом ты слаб. Ведь есть же такие люди, которые слабы, например, у них есть слабость по отношению к деньгам. Есть такие люди. Например, если в семье двое детей, даже я могу сказать, что один ребенок, когда дают деньги, он берет, тихо приходит и говорит, мама, бери, пожалуйста, чтобы меня там где-то накопило, куда-нибудь спрячь. А второй ребенок, когда ему дают деньги, он тут же их тратит. Но это отношение к деньгам, это тоже, оно разное у всех людей. Одни не умели тратить деньги, другие умели. Это тоже слабость. Или же слабость в славе. Мы хотим, чтобы нас признавали. Мы хотим, чтобы нас замечали. Или еще что-то. Ведь задумайтесь, на самом деле же, у нас у всех есть какие-то слабости. У нас у всех есть. Я так полагаю, что у нас у всех одинаковая слабость. Всех. Мы слабу во всем. Так удобно просто. Просто молишься, чтобы Бог от всех слабости освободил. А то разбирайся, какая есть, какая никакой нету. Ты внимательно посмотри на свою жизнь. Бог говорит тебе сегодня, если у тебя есть слабость, не запускай ее. Была слабость у Санцона. И эта слабость привела его к чему? Он лишился глаз. Поймите. До тех пор, если ты удалишь слабость из своей жизни. Вы слышите внимательно. Если ты удалишь слабость из своей жизни, то ты оставишься с глазами. Ты будешь видеть славу Божью. Если же ты не удалишь слабость из своей жизни, то ты лишишься глаз своих. То есть ты перестанешь видеть Божью славу в своей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому сегодня нужно решить для себя. Господь дай мне силы и искоренить эту слабость из меня. Ведь слабости бывают не только к деньгам, к женщинам. Слабости бывают разные. Мое отношение к моей тёще. Мое отношение к моим новым родителям. К родителям моего супруга или к родителям моей живым. Мое отношение к чему-либо. Разные бывают слабости. И Бог сегодня говорит, ты должен освободиться от этих слабостей. Иначе ты лишишься глаз. Что значит лишиться глаз? Значит перестать видеть. Перестать видеть, как Бог велик в твоей жизни. Перестать видеть Божью славу в своей жизни. Поэтому искали не слабость и увидишь горшую славу. Аминь. Когда ты читаешь Писание, очень важно, что ты видишь. Итак, первый урок это не живи так, как тебе хочется. То есть как ты считаешь нужным или как приятно твоим глазам. Второй урок какой? Не используйте Божий дар. Куда попало? Третий урок. Преодолей. Искорми свои славости. Во имя Иисуса Христа искореняй свои славости. Не запускай их. Потому что они приведут тебя к тому, что ты ослепишь и перестаешь видеть Божью славу в своей жизни. И последнее. Если мы с вами откроем четвертую книгу ЦАС, то там можно не высвечить. Четвертая книга ЦАС, в шестой главе мы читаем историю. В последнее время я несколько раз уже говорил об этой истории. Историю о том, когда сирийские войска пришли, окружили, хотели уничтожить Елисея, раба Божьего. И тогда Елисей говорит своему слуге, иди, выйди, посмотри. Он на улицу прогуляет. Это рано проснулся, на улицу вышел и увидел большую армию сирийскую. И он зашел и говорит, господин, что нам делать? Их там тьма, видимо, не видимо. Что нам делать? Ты знаешь, очень важно на самом деле, что мы с тобой видим. Очень важно, что мы с тобой видим. Помните, когда в бытие Бог сказал Араму, выйди и посмотри направо, налево, выбери себе землю. Да? Абрам пришел в Лоту и сказал, давай ты выбирай, ты помладше. Первый выбирай. Лот посмотрел, и он увидел землю Содомскую и Гаморскую написанную. Написано, что он увидел, и ему показалось на его взгляд, что эта земля, как Божий сад, как рай. И он выбрал это. Абрам же взял пустыню. Я хочу тебе сказать, что ты сегодня видишь? Когда ты смотришь, он посмотрел на то, что эта земля благовита, она красивая, поухожая. Вот действительно молоко и мед будут течь. И он туда пошел. Абрам, для Абрама пустынь. Пустынь не видит ничего. Есть только Бог. Есть только Бог. Что ты сегодня видишь? Видишь сад, такой красивый Содом и Гамор? Или что ты сегодня видишь? Сегодня Бог говорит тебе, что ты видишь? Посмотри, что ты сегодня видишь? Ты видишь и желаешь углажать через это. О, это сад, это красивое место, для меня будет классно, я здесь буду жить. Или же ты смотришь и думаешь, пусть здесь даже ничего нету, зато у меня есть Бог. И я буду счастлив. Что ты сегодня видишь? Или сесть там на колени и стал молиться и говорить, Господь, открой глаза моему отроку. Открой глаза отроку. Раб, отрок, да, это молодой человек. То есть я хочу сказать, я больше сегодня обращаюсь к молодежи. Я хочу вам сказать это послание. Вы должны ценить, дорожить временем. Должить дорожить временем, чтобы достигать вершин, достигать высоты, Господи. Знаете, иногда для меня, у меня иногда возникает такой вопрос до сих пор. Вот два вопроса, которые меня внушают вообще очень сильно. Почему человеку надо спать? Мне кажется, если бы ты не спал, то у тебя столько бы времени еще было. Но нет, надо же спать. Еще когда надо спать, то все, потом проснуться же невозможно. Все. И мне надо жарко это понять. И я думал, я говорю, почему? Ну вот можно было бы не спать, как было бы здорово. Но нет, надо спать. Второй вопрос, который у меня внушает все время. Почему нужно есть? Ну, современная наука такие какие-то открытия великие делает. Ну, мы забрали мою капсулу, раз выпил, так отсажите себе. Это сколько времени можно сэкономить? Молодые люди, братья и сестры мои, молодежь, дорожите временем, которое есть у вас. Потому что сегодня, если вы приложите максимум усилий, дорожа времени, вы будете прилагать усилия в ученые, стремление достигать высот. То пройдет какое-то время, и вы станете великими по-настоящему. Потому что Бог будет благословляться. И это обращение не только к молодым, это обращение к каждому из нас. Елисей сказал, Бог, открой ему глаза. Откройте глаза и посмотрите на свою жизнь. Я вам хочу сказать, Бог там в вашей жизни, и Он помогает вам. Аминь. Я проповедовал пятницу и говорил на тему, не бойтесь. Потому что этот слуга пришел и сказал, как быть, что он никогда бы боялся. Елисей сказал, не бойся. Бог, дай ему зрение, прозрение. И он открыл глаза ему. Не вот эти глаза, которые мы смотрим. Духовные глаза. И когда он вышел, он увидел огненные колесницы, как Бог послал ангел. Я хочу вам сказать, что Бог даст вам духовное видение, если вы будете просить его. И вы перестанете бояться. Сегодня мы боимся, потому что мы не видим Бога в нашей жизни. А Он есть. И Он помогает нам. Мы просто не думаем об этом, не обращаем внимания. И очень жалко, что мы не свидетельствуем, когда мы говорим, сейчас время свидетельства, люди не выходят сюда. Если ты внимательно пронаблюдаешь свою собственную жизнь каждый день, то ты увидишь, как Бог тебя любит и как Он тебя благословляет. Ты не сможешь просто сидеть и молчать. Ты будешь говорить, да, Бог меня исцелил, Бог меня освободил, Бог делал вот это. Даже то, что я вышел на улицу, мне было холодно, и вот автобус тут же сразу приехал, это тоже Божье благословение. Тут же это случайность. Я верю, что в Боге нет случайности. Я верю, что Бог нас любит настолько, что Он не исключально нам помогает, а Он всегда нам помогает. Аминь. Просто нужно увидеть, что ты видишь. Что ты видишь. Это важно. Если ты сегодня видишь, как самсон, и смотришь, и говоришь, вот она мне понравилась, давайте мне ее жену, или еще что-то. Спроси у Бога. Спроси у Бога. Бог, действительно ли я, я хочу духовное зрение, действительно ли я должен жениться на этой сестре? Действительно ли я должен поступить в этот момент вот так? Открой мои глаза, покажи мне твою волю. Когда мы молимся, я вам хочу сказать. Когда мы молимся за исцеление, ты должен видеть это исцеление веры. Если же для тебя помолились, а ты видишь, что все так же и осталось твоим плоскими глазами, никакого исцеления не произойдет. Что ты видишь, то я дам тебе. Писание говорит так. Когда Бог призвал Арамову, он сказал, посмотри, на север, на юг, на запад, на юг, посмотри. Землю, которую ты увидишь. В Танахе написано, то, что ты сумеешь увидеть глазами своими, вот это я дам тебе. То, что, если ты сумеешь увидеть свое исцеление в молитве, то ты его получишь. Если ты сумеешь увидеть свое материальное благословение в молитве, то ты его получишь. Потому что важно увидеть сегодня. Потому что в Писании написано, что вера это что? Осуществление ожидаемого и уверенность в том, что невидимые, невидимые наши плоским глазам. Но мы уверены в этом. Как можно быть уверены в том, что мы этими глазами не видим? Потому что мы видим это духовными глазами. Аминь. Потому что Писание говорит, что ранами Иисуса мы исцелены. И поэтому я вижу свое исцеление через ранки Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы должны это видеть. А мы сегодня видим только то, что удажает наше тело. Гордость очей. Похоть очей. Я имею. Вослюбленные братья и сестры. Я не знаю, какие уроки сегодня вы получили через эту программу. Но я вам хочу сказать. Еще раз давайте пробежимся. Может быть, кто-то получил все уроки. Может быть, кому-то что-то одно пришло. Но еще раз давайте вспомним. Это первое. Ты должен смотреть правильно. Не жить так, как приятно твоим очам. Второе. Не используй Божьи благословения, Божие помазанные, Божий дар понапрасну. Не будь как Самсон. Третье. Не оставляй на самотек своей слабости, которую ты имеешь. Ты должен бороться и искоренять слабости из своей жизни. Искоренять слабости из своей жизни. И последнее. Ты должен смотреть глазами вверх. Ты должен видеть то, что Бог говорит. Ты должен видеть то, что Бог дает. Ты должен видеть то, что Бог открывает для тебя. И провозглашать. Это важно. И тогда ты увидишь, что твоя жизнь преобразится. Тогда ты увидишь, что ты будешь жить по-другому. Многие спрашивают. Пастор, почему за меня родятся, а я не могу толчить из теления? Это просто потому, что ты не видишь свою из теления. Его нету в своей вере. Нету. Ты должен видеть. Ты должен видеть. Тогда Бог даст тебе это из теления. Ты должен видеть. Тогда Бог даст тебе это из теления. Я верю, что если ты научишься видеть духовными глазами, то твоя жизнь преобразится. Очень серьезно мне обратиться. Ты будешь жить по-другому. Я вижу, как Бог дал. Бултанман, через слово, я вижу, что Бог дает мне. Он мне дает благословение в том, что я могу просто возлагать руки на больных, и они будут здоровы. Не потому, что это мне приятное решение. Так Бог сказал, и поэтому я глазами веры вижу. Я просто молюсь. И люди исцеляются. И потому, что я это делаю. Потому, что это делает Бог. Но тут еще что-то нужно. Нужно, чтобы ты видел это исцеление. Нужно, чтобы ты желал этого исцеления и видел этот результат. Тогда ты будешь исцелен. Вспомните женщину Санамитяну. Когда у нее сын умер. И она бежала к пророку, чтобы сказать о том, что сын умер. И пророк увидел такую любущую женщину. Он сказал рабу свою, иди спроси, чего она бежит в крови. Раб побежал к ней с луна. Побежал к ней и спросил, ты куда идешь? Все ли у тебя нормально? Она сказала, все будет хорошо. И другим словом она сказала, все хорошо. У нее сын там мертвый лишь в крови. Она говорит, все хорошо. Почему? Потому что она видит его не мертвым. Она видит ее глаза. А живым. Потому что Бог слабит. Потому что она верила, что Бог, Он не оставит его мертвым. И вот это ее слова веры. Это ее взгляд веры. Другими словами, если бы вы приближали, что бы вы говорили? У меня сын умер. Все будет хорошо. Что ты видишь сегодня в своей жизни? Я тебе хочу сказать. Проси духовное прозрение. Тогда все будет хорошо. Аминь. Редактор субтитров М. Казахстан. Корректор М. Казахстан. Продолжение следует...